А мне пофиг. А в христианстве Богу пофиг или не пофиг? Размышления на эту тему обратили в атеизм из христианства больше всего людей. Потому что если Богу пофиг, по крайней мере на меня, на моих родных и близких, на то, что меня окружает, то для меня все равно, что у Бога нет. И можно задвинуть пуфиком религиозную жизнь. Бог обладает абсолютной свободой и поэтому может позволить себе абсолютный божественный пофигизм. То есть абсолютно пофиг на все. Но благодаря той же свободе Бог может выбрать бесконечно много того, что ему не пофиг. Потому что каждому адекватному пофигисту пофиг не на все, а только на то, что лично ему пофиг. Согласно христианскому богословию, христианский Бог это Творец и Вседержитель. Вот на иконе он изображен, сидит на пуфике типа трон с атрибутами царской власти и всем разумно управляет. То есть Бог сотворил нас и все, что нас окружает, и всем этим управляет в соответствии со своим божественным промыслом. Который недоступен для понимания простым смертным. И Богу пофиг на то, что кто-то считает, что он управляет как-то неправильно. Учение о том, что Бог создал наш мир, а потом потерял к этому миру интерес и задвинул все огромным пуфиком и занялся чем-то другим, в христианстве считается ересью. С точки зрения формальной логики, если мы не знаем божественный промысел, то про любую конкретную ситуацию мы не знаем, что Богу угодно, а что не угодно. На что ему пофиг, на что не пофиг. Но и в Библии, и в жизни выглядит все так, как будто Богу все пофиг и на все пофиг. Вот Бог велел Адаму и Еве не есть плод с конкретного дерева, но не по-человечески объяснил, почему нельзя есть, ни забором это дерево не огородил, ни инструктаж не провел, что рядом ползает змеи-искуситель и слушать его не надо. В общем, выглядит все как будто Богу пофиг и на Адама и Еву, и на дерево с его плодами, и на змея, и на весь рай. В общем, на все пофиг. Любой руководитель, которому не пофиг на свое дело, всегда подробно и понятно объясняет своим подчиненным, что конкретно от них требуется, убеждается, что его правильно поняли, а потом контролирует исполнение. Вот, например, офицер дал приказ солдатам срочной службы копать от забора и до обеда. Получает ответ. Так точно, товарищ командир, приказано копать от забора и до обеда. И ходит и смотрит, что солдаты действительно выполняют приказ, копают точно от забора и точно до обеда. По этой логике и Бог должен каждому человеку каждое утро давать подробный инструктаж на каждый день. Иначе или Богу пофиг, или у Бога иная логика. А вот еще пример из Библии. Тоже вот царь Ирод велел убить вифлеемских младенцев. Ну, он наслушался советов предоворных астрологов. Ну, и Бог тоже не вмешался. Хотя на протяжении всей Библии вещал о своем человеколюбии и о своей справедливости. Выглядит, как будто бы Богу пофиг. И на этих младенцев, и на их матерей, и на то, что себе позволяет какой-то офигевший царь. И если каждого из нас кто-то несправедливо захочет захейтить, забанить, зарезать, разбомбить или просто сожрать, то вероятность того, что Бог сверхъестественным образом нам поможет, исчезающим маловероятно. И вычисляется по формуле. Количество эпизодов конкретной помощи людям в Библии делить на количество ситуаций, когда кому-то из людей, живших в то время, нужна была эта самая божественная помощь сверхъестественная. И результат умножить на 100%. В христианском богословии это объясняется тем, что все плохое, что происходит с людьми, не такое уж и плохое, с учетом будущей загробной жизни, которую как-то улучшит пережитое в земной жизни плохое. Но так как мы не знаем того, что знает Бог, то и не можем объяснить, объективно оценить, понять действия Бога. Есть и более рациональное объяснение. Бог сам свободен и дает свободу другим. То есть Бог дает свободу хищнику или съесть добычу, или остаться голодным. А добычи Бог дает свободу быть съеденной, или спастись от хищника. И тем самым стимулирует самосовершенствование. А также эволюцию, которую хотят запретить преподавать в школе религиозные фанатики, которым пофиг на науку. Поэтому, когда приходит полный писец, то целесообразно предположить, что Богу на все пофиг и на меня больше всего пофиг, и рассчитывать исключительно только на свои силы и на свой разум. Если, конечно, есть желание победить в борьбе за существование и пройти естественный отбор. Интересно, а как церковные должностные лица отреагируют на использование нетрадиционного для христианского богословия термина «пофиг» в нашем контенте? Я думаю, им пофиг. Ха-ха-ха. Хм.